Вашего внимания, пожалуйста, не переживайте. Мне ничего ни от кого не надо, я сам делюсь, когда считаю это нужным. То, что я хочу сказать, ни в коем случае не затрагивает пищевики. Но должна затронуть что-то более ценное, нашу эмоциональную и интеллектуальную сущность. Если, например, на ваших глазах, о чем речь, на ваших глазах человек, которого вы видите впервые, закрыл вас своим телом от какого-то пьяного водителя, от какого-то ножа, от пули, закрыл вас просто собой, на ваших глазах умер человек, который спасал вашу жизнь ценой своей. Но вы его видите впервые. Что вы о нем подумаете? Возможно, кто-то подумает, что это какой-то ненормальный, за тебя такого всего классного души задал. А кто-то увидит в нем героя и еще другим расскажет. И будет эту благодарность иметь в сердце всю жизнь. Нечто подобное произошло 2000 лет назад на Голгофе. Когда Божий Сын с пробитыми руками и ногами, изуродованный, стерзанный, осмеянный, распятый, истекая кровью, умирал, одни хамили и бросали какие-то реплики оскорбительные. А другие плакали. И вы знаете, было двое тоже приговоренных высшей мере наказания преступников. И один в нем узрел, за него вступился преступник, узрел в нем, что Христос имеет в другом измерении царство. И он говорит, вспомни меня, когда придешь в царство твое. А подельнику сказал, начал унимать его, говорит, слушай, мы с тобой достойные по делам наши приняли. А он ни за что страдает. Люди родные, сегодня мир, бывает, смеется над Христом. Сегодня люди обижают друг друга. Рвем друг друга на части хуже, чем хищные звери в природе. Но Боже Сын принес нам добро. Я об этом узнал по детской въездности, когда там остальные разы за злои находились. Меня 78-го года носило по бездорожью там и тюрьмы, все, кровь, наркотики, оружие. Но последний раз, когда я находился за злои, читая Евангелие, Бог открыл мое сердце на веру во Христа, на веру в того, кто умер за наш цивоскрес. И детей дал Бог, и внуков дал. И главная вот эта думка. Вот так Бог полюбил каждого из нас, и взагалевый свет. Как полюбил? А так, друзья, что выдав на страждание своего сына, обнаруженного Христа, который не только помер за наши правили, который подал в смерть, который воскрес смертный, для того, чтобы каждая людина, независимо от конфессии, которая от души и от сердца действительно принимает Христа и в спасах, чтобы такая людина не загинула в пекле. Но знаете еще? Мало життя вечное. Боже, Батя Небесный, очень радостно поблагослови нашу Украину защищай от этого наезда фашистского НКВД и коммунистического. И пробачь наши правыны Божьи. И открыть очи сердца нашего народа на Христа, как на спасах. Будь ласком. Имя Отца, Сына, Духа Святого. Аминь. Знаете, родные, братан, пусть Бог благословит, чувствуешь свой. Знаете, сегодня мир тонет в грехе. Сегодня, смотрите, например, у нас такие красивые...